Говорят, что если любишь что-то, ты должен уметь это отпустить. Я думал, что это чушь. Пока не увидел, как ты умираешь. В тот момент стало... Ничто не имело значения для меня. Кроме тебя. Мне очень жаль. Я не хочу уходить. Иди, забери ее оттуда, а не ной. Да нельзя, забыли, все. А девушке подумай, идея-то каково. Она ведь тебя тоже любит. Пойми, Петя, мир состоит из умных, из глупых, из сильных и слабых. Из тех, кто может свою судьбу перевернуть. Из тех, кто по течению плывет. Вот я смог, ты смог. А Коля этот, у него мечты нет. Не заработал на этой девушке, не заслужил. Да разве можно счастье заработать? Да можно и нужно, понимаешь? Ты думаешь, почему она тебя любит? За красивые глаза, что ли? Да не только. И не за папины денюжки. Иначе не ушла бы от тебя сегодня утром. А потому что с тобой интереснее. Ты умнее. Ты ведь совсем другого полета личность, чем он. Я тебя не захваливаю. Просто так оно есть. А то, что отказался от тебя, от лауреата, значит, человек порядочный. Упустишь, другой не найдешь. Любовь – это единственное доступное нам чувство, способное выйти за пределы времени и пространства. Спросите у любого учителя, филолога в школе, о чем сказка Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. Все скажут, сказка – это о жадной старухе, которая осталась у разбитого корыта. Моя хорошая глупость очередная – это Пушкин будет тратить время на то, чтобы осуждать очередную жадную старуху. Это сказка о любви. О безусловной любви старикам. Легко любить красивую, щедрую, умную женщину. Вы попробуйте любить старую, грязную, жадную старуху. Если любишь человека, отпусти его. Это сказал Словак, а другие Словаки повторяют. Они не будут вместе. В жизни так не бывает. Почему? Да потому что не все люди могут быть вместе. Да, в каждом рассказе, в каждом чертовом журнале пара влюбляется после дурацкого поцелуя, чтобы нам было уютно. В духе Рождества, но в реальной жизни так не бывает. Кому-то всегда разбивают сердце, и это тяжело пережить. И порой люди пьют, потому что им грустно, хотя они не алкоголики. Но я люблю тебя. Я неизлечимо в тебя влюблена, и плевать, что поезд уже ушел. Я все равно тебе признаюсь. Ну, скажи что-нибудь. Стой. Имей ввиду. Если подойдешь ближе, я тебя не отпущу. Я по-настоящему любил лишь однажды самую удивительную женщину на свете. Она была моим другом, но я был молодой, глупый, и потерял ее. Это самая большая ошибка в моей жизни. Боль иногда уходит, но мысли-то остаются. Самое страшное не то, что я в кресле. А то, что я без нее. Спасибо у нее самой. Как мне дать ей выйти? Спасибо. Спасибо. Спасибо.